привет народ с вами варчик поздравляю вас с новым 2019 годом он будет явно лучше чем прошлый потому что 2018 это нечто просто просто нечто хочу подытожить 2018 таким вот видосиком про танк который я считаю как минимум одним из самых сильнейших танков 2018 года а как максимум он возможно и самый сильный плюс к тому же в нем такая тема затронута заплатил ради победы хоть игра и вроде бы free to play not type 5 heavy это pay to win по-любому потому что у него такая пушка фугасная которая фугасными голдовыми снарядами наносит просто больше урона там такое же пробитие как и у обычного фугаса но урона просто больше таким образом мы получаем что заплатил получи больше урона больше урона это больше шансов победить выше статистика и в целом это pay to win также хочу вам рассказать что такое type 5 heavy получше этот танк у меня лично на аккаунте сейчас самый высокий по статистике на 10 уровне у него самый высокий средний опыт за бой у него самый высокий процент побед причем он опережает остальные танки намного если у остальных танков 10 уровня у меня в среднем процент побед 65 67 там бывают и 70 то на этом танке процент побед под 80 причем это не во взводе статистов это просто соло также этот танк очень медленно ездит играть на нем крайне скучно также стрелять тоже для меня скучно потому что не нужно никаких усилий прикладывать ты стреляешь примерно в те места где возможно будет больше урона дальше все от пушка делать сама плюс вбр то есть я на этом танке просто такой вот человек который задает направление для этого коры то хочу ехать просто тяжам на лицо еду тяжам на лицо хочу развернуться разворачиваюсь но почему же на этом танке допустим у меня такой высокий результат есть люди у которых очень низкий результат кто-то скажет ну просто ты хорошо играешь он плохо но если так рассуждать то это как-то не очень допустим когда я учился играть я смотрел как играют остальные всякие там киберспортсмены за чё там гадать я просто смотрел как играет страйк и делал выводы как делает он и почему не делаю так я делал разбор ошибок своих в реплеях и старался играть лучше ну немножко играть научился страйком я конечно никогда в жизни не стану как минимум для фокуса арты я фиолетовым стал что же я делаю на тайп 5 хэви чего не делают остальные игроки кто-то может быть делает кто-то может быть делает но плохо но я делаю следующие вещи я не еду на фланги для средних танков потому что там я не успеваю за своими и я не успеваю уехать оттуда потому что если враги прорвут фланг они выйдут меня быстро убьют и все то есть быстрые фланги не для этого танка вообще никак я всегда еду на фланг там где есть тяжики тяжелые медленные танки я никогда не становлюсь на этом танке в прострелы где много танков меня стреляет но я саппорт я помощник я не основная такая вот цель я не основной такой прорыватель фланга не основной сдерживатель фланга я кому-нибудь помогаю возле меня должен все время находиться какой-то союзник я выехал стрельнул возможно разменялся то есть при выезде когда я стреляю в меня кто-то стрельнул и я заехал назад все это основное чем вы должны заниматься ну на мой взгляд я так делаю у меня получается значит я чего-то добился значит я что-то на нем понимаю выехал бахнул спрятался на удивление на этом танке это работает максимально хорошо если на остальных танках можно как-то чё-то там куда-то поджаться переехать принять чтобы занять более выгодную позицию то на этом танке ничего не надо делать выехал бахнул спрятался еще лучше выезжать когда враги вообще кд или отвлеклись также еще куда нужно стрелять этими сраными фугасами почему они сраные ну потому что они ну на мой взгляд еще более имбовые чем голда голдой хоть чуть-чуть надо по экрану прицельчиком поводить фугасом даже если ты не попал в то уязвимое место в которое целился но в принципе попал в танк 99 процентов что ты нанесешь урон да иногда там пушки съедают урон еще что-то может съесть урон но в целом ты нанесешь какой-то урон стрелять нужно в следующие места стрелять нужно в нижнюю часть башни чтобы весь урон ушел в крышку корпуса стрелять нужно в крышке двигателя стрелять нужно по днище в дальнюю гусеницу чтобы весь урон ушел в но танка ну и во всякие мягкие места там в корму и и все остальное вы уже сами понимаете куда не стоит стрелять не стоит стрелять в пушку она полностью съесть урон и вы увидите попадание точнее услышите ну и во всякие экраны тоже не стоит ну а так в целом куда попал туда и нанес у этого танка недостаточно брони чтобы танковать голду иногда он ее отбивает так броня на грани чуть-чуть пробития урага прошло выше среднего ты никогда в жизни не танканешь чуть чуть ниже среднего шанс появляется но опять же в основном все пробивают поэтому стоять под врагом всегда получает него выстрелы нельзя ни в коем разе танк очень классный танк очень офигенный делает невероятно высокий результат но на голде и нужно тратить очень много бабла также играть на нем лично мне не очень весело танк крайне скучный но результат просто капец с вами был варчик играть красиво пока